у нас просто не погода а какой-то кошмар ребят лежит снег и вот такая вот фигня понимаете идет дождь просто он идет причем серьезно я не представляю сейчас какая какая будет дорога это слава богу что я на работу и буду сидеть на работе вот ничего этого не увижу а потом после работы сразу домой потрясающе вот калининград короче весна пришла незаметно да наконец-то весна скоро придет да почему парни не показывает ну наверно его нету наверно так из-за этого покажи ботиночки не могу вечеру ничего не будет уже согласна что к вечеру не будет уже ничего но если к вечеру будет минус то будет очень много аварий чтобы не хотелось как убрала живот после родов слушайте у меня не было серьезного живота у меня есть как у всех принципе рожающих девушек вот эта штука да ну там вот жирок снизу но сейчас я занимаюсь спортом и женек пытается убрать мне этот жирок посмотрю что получится да я сегодня буду своем магазине вот сейчас выезжать буду я начистила ботиночки так что пока не надо у нас время без 10 11 ну во первых я не директор у меня нету никакой фирмы и так далее я просто хозяйка магазина если рассматривать какая я хозяйка то я лояльная конечно все также зависит от моего настроения потому что если у меня настроения нету то конечно я могу его испортить и девчонкам машина у меня на тойота ребят я не с кости и уже давно не сквозь уже наверное как год или сколько уже прошло боже мой ну перестаньте мне кажется что у меня волосы отросли вот я не знаю почему я приехала с отпуска и мне кажется что я длинноволосая стал привет саратово привет саратов желаю тебе счастья спасибо большое она наверное и мне нужно и всем другим а зачем портить настроение другим ну потому что у меня начинаются я начинаю видеть какие-то косяки и начинаю говорить это девочкам а иногда как и все в принципе люди я где-то не держу тон где-то еще что то то есть я знаете хорошо если я это осознаю и понимаю что я косячу перед девчонками нежели я буду говорить так и надо они этого заслуживают дарах четвертый у меня а ножки можно поцеловать нет нет ты в калининграде да я уже давно в калининграде как неделю вот кстати девочки чем это тупим значит заходим на гозе с нижнее подчеркивание shop а на страничку на эту и смотрим новинки мы потихоньку их начали уже выставлять зимы там новой коллекции нет то есть уже весенняя коллекция и очень прям очень крутые оттенки я в этот раз привезла и такие прям мимишные нежные и в то же время яркие так что девочки кому нужны шмоточки давайте все на гозе с нижнее подчеркивание shop хорошая машина и красивая хозяйка отлично спасибо привет красивая привет мужчина в москве как дела отлично где живу в калининграде не скажу переживаю что мало ли здесь это будете караулить меня да это именно мой магазин где дочка дочка сейчас находится дома мы позавтракали вот и концу моей смены она приедет ко мне в магазин что думаешь насчет ебарова что не собирается забирать ребенка с роддома слушайте это дело каждого алена решила что фамилия не будет у ребенка ебаровская и как я подняла там отчество тоже там она какое-то другое будет давать но как бы смысл илье если он там в беременности и ни разу апельсин не принес ехать на показуху и забирать ребенка с роддома я считаю что эту историю вообще надо оставить в покое алене надо жить дальше и посвятить себя ребенку они вот это вот всей херне а илье илье мне посоветовать нечего его тёлки мне лишь тоже стоит посоветовать пусть она посмотрит как он с предыдущей повел себя и что может быть такое с ней потому что он также говорил что аленку любит и у них там прям все 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 классно а ты хочешь приехать в москву нет у меня не стоит задачи приехать москву я очень люблю калининград и даже когда я жила в москве я постоянно грустила по калининграду из-за этого я и прилетала очень часто до сюда там из-за ребенка из-за пляжей за родителей родственников короче за все из-за всего я как-то вот привязана больше калининграду что на голове расчешись ребят не хочу расчесываться вот честное слово можно я буду сегодня вот такой вот выдрочкой собралась на работу при разговоре очень некрасиво делаешь губы ну значит у меня губы некрасивые раз я там что-то делаю я ничего не делал я разговариваю как разговариваю а москву а Какая музыка хорошая. И сразу комментарии, музыка говно. Дом 2 когда? Да не пойду я на Дом 2. Слушайте, там вообще такое было. Я вчера со Струмкиной разговаривала. Скоро выйдет эфир. Мне, конечно, очень обидно, что Дом 2 поменялся и поменялся только в говнистую сторону. Я очень люблю Влада Кадония, вот честно. Но так как он разговаривал со Струмкиной, я, конечно, не была там. И в эфире не покажут все. Но человек просто, она говорит, я прилетела, пришла на передачу, у меня было такое настроение. И мы так поцапались с Владом, хотя я к нему очень хорошо отношусь. И потом эта Либерж подралась этой жирной черно. Вообще там этот Йося полез тоже на девчонку. Ну, какой-то прям кошмар, знаете. Вот нету какой-то справедливости, нету вот какой-то человечности. Ну, у нас не было позволено там идти и бить там приглашенным гостям там морды. А здесь просто трэш какой-то. Ну, это, я не знаю, как-то вот лидерами там поставили эту Йосю, эту Сашу. Господи, да, это фрики. Ну, вот честно, я смотрю, для меня это просто, это что-то с чем-то. Я не знаю, зачем Йоси играет в эту игру. Мы все помним, я думаю, все помнят. Когда я еще приходила на Дом-2 играть в эти веселые дураки, когда я была в команде с Йоси, да он просто, он не отходил от меня. Мы ржали там, общались, и видно, что ему хочется общаться с красивыми, ухоженными девушками. Зачем он тянет вот эту лямку? Неужели там ему столько платья, что ему приходится окучивать? Ну, такие параметры. Ужас! Я вообще очень, так знаете, сентиментально отношусь, когда обижают там пенсионеров, детей, у меня, я сразу начинаю, ну, переживать, плакать, беситься, ну, как бы, неужели там кондуктор, сам водитель, но нельзя посмотреть в зеркало, зашли там все, не зашли, кондуктор не может как-то вот этого тоже встать, не орать, кто там не заплатил, а просто посмотреть, вообще, как там люди, нормально все, ненормально, столько случаев, это, конечно, ужас. Ты некрасивая, а ты безграмотный, вот, видишь, нам надо обоим чем-то заняться. Либерш теперь ведущая на Сейшелах, я этого не знаю. Ты очень хорошо выглядишь. Спасибо. Да, по поводу Кости, я не знаю, вот, зачем столько писать, я уверена, что очень многие люди подписаны на него, и все видят, что мы не вместе, у нас нету совместных фотографий и так далее, тем более, Костя бы не посмел там выкладывать какие-то видеоролики с другими телками, потому что других телок не было в наших отношениях, практически. И как бы, я не знаю, зачем писать мне постоянно про него. Окно не мусорка, согласна с вами, просто я припарковала машину прямо около мусорки и кинула жвачку прямо в контейнер. В моем корыте работает и печка, и радио, слава богу, работает, вот, и даже показывает запас топлива. Хорошая корыта, да? Да, я обожаю водить машину, мне прям, ну, я кайфуюсь за рулем. Ладно, ребят, я поехала, у меня уже давным-давно все прогрето, я сижу просто с вами туплю. Вот, я поехала. Всем хорошей субботы, кто вчера гулял, высыпайтесь, а кто не гулял, так как я, то делайте дела. Субботы, спасибо за просмотр, пока. Еще больше новостей на сайте лапрайя.рум, это время новости, которая говорит, лапрайя, валентин, сорокам. Встретимся через час. Ах, 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 Продолжение следует...